Москва. Дом российского исторического общества. В этих стенах состоялся круглый стол по истории военной медицины. Собравшиеся обсудили историю открытий, сделанных российскими военными медиками, развитие военной медицины в годы Великой Отечественной войны, а также применение современных медицинских технологий в зоне специальной военной операции. Участие в мероприятии принял председатель РИО Сергей Нарышкин. Образ врача на войне олицетворял собой высокие идеалы человечности, гуманизма и милосердия. Там, где воюющая армия вступает в бой с противником, военные медики ведут не менее ожесточенную схватку со смертью. Работают в суровых, не приспособленных для этого условиях, рискуют своими жизнями, чтобы спасать жизни своих пациентов. Система военно-медицинской службы была создана в России еще во времена царя Михаила Федоровича Романова, а серьезный вклад в ее развитие внесли выдающиеся российские медики Пирогов, Боткинс, Клифосовский и многие другие. В наши дни продолжателями этой высокой гуманистической традиции являются военные врачи, выполняющие свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Они не только оказывают неотложенную медицинскую помощь полевых операционных, но и проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, спасают жизни мирным гражданам, ведут огромную работу по реабилитации военнослужащих. В этом году отмечается важная для истории военной медицины дата 140-летия докторского памятника. Монумент медицинским чинам, погибшим в русско-турецкую войну 1877-1878 годов, находится в столице Болгарии. На четырехгранной пирамиде высечены имена 531 русского медика. Каждый год 3 марта в годовщину подписания Сан-Стефанского мирного договора около монумента проходят памятные мероприятия. Какие бы зигзаги истории и наших взаимоотношений не были, историческая память о той войне, которая принесла Болгарию свободу, здесь Болгария весьма значима. Достаточно приехать в любой болгарский город и прочитать таблички с названием улиц и увидеть огромное количество госпиталей, клиник, которые называются именем Пирогова. Также в рамках встречи прошла презентация, переведенной на русский язык болгарской книги «Докторский памятник в Софии. Исследования и документы». Книгу презентовали в марте 2023 в Болгарии. В этом году при поддержке Фонда Истории Отечества и содействии Российского исторического общества был издан русский перевод книги. Добрая память о наших военных медиках по-прежнему хранится во многих балканских странах, освобождённых Россией от османского владычества. Не случайно в самом центре Софии возвышается знаменитый докторский памятник. На этой пирамиде из каменных блоков высечены имена 531 военного врача. Они погибли в борьбе за независимость Болгарии. Долгое время сведений о них было не так много, но наши болгарские коллеги проделали серьёзную работу, выявив архивные документы, проливающие свет на судьбу этих людей. Стоит отметить, что русские военные медики участвовали в боевых действиях на Балканах не только во время русско-турецкой войны. Следующий по хронологии это был 1912 год. Тогда началась Первая Балканская война. Болгария, Сербия, Греция, Черногория совместно выступили против Османской империи. В России это было принято с огромным энтузиазмом. Казалось, что это завершение русского дела по освобождению Балкана. О том энтузиазме говорит и тот факт, что марш прощания славянки был написан именно в связи с Первой Балканской войной. Пресса пестрела новостями. По стране собирались средства, на полуостров отправились добровольцы и отряды Крестного креста. В рамках кругового стола было представлено сразу несколько проектов, посвящённых истории российской военной медицины. Так, коллектив научно-исследовательского Института общественного здоровья имени Семашко при поддержке Российского исторического общества и президентского фонда культурных инициатив планирует новый выставочный проект, который расскажет о последних трёх веках истории военной медицины. История медицины России, последние особенно её 300 лет, это история и военной медицины, а может быть даже в большей степени военной медицины, потому что масса открытий политических решений, направлений медицинской науки связана с людьми в погонах, лейб-медиками и теми представителями, так сказать, нашей медицинской профессии, которые в войнах этого исторического периода очень разносторонне проявили себя, спасая жизни людей, воинов и гражданского населения. Кроме того, сейчас готовится к выходу документальный фильм «Уроки Донбасса. Здравия желают». Кинокартина расскажет о российских медиках, которые спасают жизни раненых в зоне специальной военной операции. Служба информации фонда «История Отечества».